Так вот я продолжаю ворчать. Переди два куста молодых. Им пошел четвертый год. Вот. Это черный принц. Вот он. И угощайся, только не морсись, потому что это самое. Он вроде бы поспел, но он всегда надо полежать. Тогда он самый. Или он как тот, видишь, черный. Вот этот вроде тоже темный. А я хочу твое лицо снять. Красивое. Откусывать? Ну, естественно, что, смотреть на него. Твоя реакция? Это не абрикос и не слива. Ну, больше на сливы похоже и по вкусу тоже. Но острый? Нет. Господи, да что? Да что я съем, погоди. Дай-ка это самое. У меня завтра день рождения, я остатки всем не трогать. Дайте до дня рождения полежать. Нет. Сейчас. Что значит острый? Ну. Ну, что? Слива. Вот так всегда. Хотя вот налет. Так привешь на сливу, получается слива. Настоящий, как у абрикоса. А, как у абрикоса. А вкус-то слива. А вкус сливовый. А на абрикосе, когда его привешь, это на сливе. Когда привешь на абрикос, то мы имеем острый-острый вкус. Косточка не отделяется. Это всегда так. Ладно. Знакомлю. Ну, короче, разочаровал черным принцем. У меня-то? Да. Ну. А вот сюда иди присядь. Присядь. Ожидали большего. А, вот красота. Вот смотри, из-за этого абрикоса, да? Большого. Ему тут не жить. Это акют. Выбирай, поспели. Красивый. Вот этот возьми. Отделился хорошо. Погащайся. Вот этот до слива, сам а то. Вот. Это прям хорошая слива. Да? Верю. Вот последнее. Это я все держу для этого. Для завтрашнего стола праздничного. Я говорю, не подходите. Ну, красивый. Мелковат, правда? Ну, это он мелковат. Во-первых, тени. Вот. Во-вторых, для него сильно большое урожай, для маленького дерева. Вот смотри. Это слива китайская. Видишь? Вот смотри. Да, вижу, вижу. Это подвой. А привой, вот это все. И всего-то. Да, и вот для такого количества листиков. Помнишь наши постулаты? Наши постулаты. Урожай за все годы зависит от площади листьев. Вот. Это прям моему руководителю, да, в уши. Бальзам. Бальзам, это значит, что она тоже так считает? Ну, она это доказала уже на яблонях. Сейчас мы это планируем доказать на абрикосах. А это уже мы с тобой. Да. Так, ну ладно. Значит, ради науки я всегда запрещаю даже листик сорвать. Ну, я по-немножку и равномерно со всех сторон трону. Да, ради науки приходится... Жертвовать. Жертвовать. Так, ну и последнее. Смотри. В следующем году должны заплодоносить еще один персики. Вот. Они не привитые. Да, да. Это минусинские. Весенние, которые были маленькие. Да, смотри, тоже прирост какой огромный. Тоже прирост огромный? По метру больше. И у меня теперь головная боль. Как я не хочу укрывать? Ну, ведь могут и погибнуть. Ну, для чистоты эксперимента можно один укрыть, а остальные нет. А, вот иди сюда. Я же хитрый. Вот. Смотри, как я делаю. Вот смотри. Эта ветка пошла сюда, а эта пошла сюда. Вот она лежала на земле. Ага. Видишь? А это сюда. Одну ветку укрываю. Ну, правильно. Вторую оставляю на жертву морозу. Ну, показывайте. Ну, в общем, так. Допустим, вот эта ветка, я легче... Вот нажми на нее. Она легко ложится. Почему? Он не привит. Так. А вот эту я трогать не буду. Вот. Потому что есть такое понятие ради науки, ради искусства. Смотри. Да, вижу. Мертвый? Да. Сказать почему? Смотри внимательно. А, черенки. Черенки взяли и убили. Это вот судьба маточного сада. Судьба. Ну, да. Вот. Ну, и тут однолетки вон растут. Но это уже неинтересно. Интересно, когда цветут. Ну, да. Ну, да. Ну, ладно. Значит так. Ну, хватит разговоров ради короткого фильма. Да? Так. Я еще секундочку. Все-таки тему обрезки затронули. Я на вебинаре сделал фотографию, показал. Вот тут смотри. Тут яма есть, не видно. Иди очень осторожно. Смотри. Это шикарнейшая... Слива. Слива. Называется... Венгерка. Венгерка. О, Горация. А, Богатырская. Горация следующая. Смотри. Мне. Все-таки, я хочу, чтобы фильмы помнил. Единственное отрезал. Вот, видишь? И погибла. Она тут же попыталась дать урожай. Вижу, вижу. Две. Раз, два, три. Я взял всего три веточки перепривить. И перепривил на свою голову. Что получилось? Только ветка, на которой есть срезы, причем аккуратно, сразу погибла. И теперь смотри, смотрим общий план. Хоть одну. Найдешь сухую веточку? Нету, нету, да. Хоть одну. Вижу. Только. Та, которая повреждена. Вот. А почему я должен убеждать, убеждать, 20 лет воплю, кричу, с ума сошли? Какие обрезки? Какие летние обрезки? Весенняя обрезка губит. А уж летняя, это что говорить? А уж осенняя. Восенняя, тем более. А зимняя еще предлагают. Ну, может, зимняя в Кабардино-Балкарии только подходит? Может. Я никогда не суюсь в южную агротехнику. Я просто молчу. Ну, правильно. Я северянин, я наречанин, бывший. Вот. Когда-то мечтал возле Норильска найти дикую грушу. Нашел. Оказалось, не груша. Но мечта осталась. Так. Ну, что? Заканчиваем разговор. Вот это вот обвинение всем, кто любит советовать. Абрикосы. Абрикос нуждается в ежегодной обрезке. В тысячах публикаций. Для чего? Так ты спроси, видите, как для чего? Нуждается. Это значит... А дальше нет, нет. Обосновано? Да. Сказать как? Как? Это значит избавление от болезней. Понятно. Показать твое лицо? Ну, не надо. Какой у тебя вид сейчас был от болезней? Раннее плодношение. Тоже сомнительно. Вот. И главное здоровье. Здоровье, здоровье. Искалечивому. Ну, может быть, это в других регионах подходит. На Урале. На Урале. На Урале и Сибири точно нет. В Средней полосе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Это смерть Саддам. Вот о чем и речь. Вот. А зато подробно целые книги, целые статьи, фильмы. И за них получают деньги. Ну, ведь писать о чем-то надо. Вот писали будет на заборе. Так, ладно. Поговорили. Слушай, у меня где-то там пару этих... Пойдем, я тебе пару абрикосиков последних. Не надо, я уже наелась вот так. А, ну все тогда. Это называется не наелась. Чуть другое... А вгомина. Чуть другое слово. Ну, ладно, не буду. Что надо сделать в таких случаях? Улыбнитесь, вас снимает камера. Спасибо большое за внимание. Увидимся в следующих выпусках. Так, с вами общались. Железовер Игорь Константинович. Савинич Елена Александровна. Да. Благодарим за внимание. Всего доброго. И скажем, что ты делаешь в гербаре для научной работы. Для того, чтобы посчитать площадь листьев и сравнить размер плодов с площадью листовой пластинки. Заранее знаю. Не совпадет. Но науке нужно доказательство. Это мое мнение. Все, все, все закругляется. Сейчас начнем спорить.